Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 112. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 1 апреля 2016 года. Вот эпиграф, который взятый к этой теме везде. Вот, прочитайте. То есть оно везде сегодня свирепствует буквально. Измена, трусость и обман. И это можно победить только в себе и подсказать другим. Это уже ничего не сделаешь. Проказа всеобщая, государственная и, главное, церковная. В церкви это, в сектах, везде это. Какой был царь умный. Три слова. И при том кругом, куда ни поглядит, везде измена. Всем позвонил. Ну, ради пользы дела надо отречься. Все слепое было. Никто не видел. Один человек только это видел. Григорий Пимович Распутин. Единственный, который говорил, что дальше будет. Вот и все пророчества, все канонизации. Все. И более оболганной личности, если бы Распутин не было во втором тысячелетии. То, что на нас нападает, это глупость. А это решение масонов. Отдельно принято на Всемирном Конгрессе. Начать его дискредитацию, а через него царское семейство. И так умно проделано было. Теперь я в контактах нигде не бываю. И вопросы оттуда перекидывают. На форум, на наш. Потом я отдаю, и они оттуда относят. Сами заходите на форум. Это быстрее будет. Ну и объявление. Помочь. Краткое содержание роликов. Один ролик возьмите по минутам, по секундам. Считайте, что здесь написано. Вот это я все время обращаюсь. Что-то в последнее время совсем никого не стало помощником. А это вот на нашем сайте аудио. Просьба перевести вот в эти форматы. Вот как есть. В эти позиции, как я называю. Ну и идут занятия. Тут у нас время сейчас на 4 часа. Разница с Москвой тут. По Москве с 2 часов до 3.30. Вот сюда сначала связывайтесь с Сергеем. А дальше уже видно будет. Давайте. Больше всех Юрий Соболев пишет. Это преподаватель Красноярского университета. Это академия и занятия ведет еще в епархии. Ну и кое-что терпит уже гонение за связь с нами. Дальше. Мир вам, Игнатий Тихонович, и братьям. Посмотрел новые ролики. Утренняя трапеза аппетитная. Хотя и сам обедал. Пока смотрел, слушал ролик. Но заразился вашим столом и положил себе добавки. Никудышный из меня пустник, как выяснилось. Нравятся такие ваши будничные ролики. Скачивай их себе нережеще понравившиеся миссионерско-библейские. Так их назовем. Кстати, тоже не понял сути комментария к ролику с вашим покорным слугой и по совместительству с злейшим врагом. Это его назвали. А раз он говорит, Юрий положительно отзывается, то его теперь злейшие враги мои. То есть всех должно быть. Они не могут терпеть, даже если кто-то положительно относится. Ну так не бывает, чтобы все до одного были враги. Даже у сатаны и то есть поклонники. Это уже... Ну а кто такого настроен это? Ну обязательно это православные, обязательно миссионерские отделы. Это самые-самые такие злобные. Все-то пытаются еще-то где-то кого-то обращать. Кого обращать? Сынами гиены сделать. Вы сначала разберитесь, что делается с вашим епископом в епархии. Что вообще делается? Почему слово Божие никакой роли не играет в народе-то? Займитесь этим, то вам не до меня будет. Да при вашем аховом положении, вас зажали, вы все думаете положительно. Восстаньте против войны. Сделайте мирными гражданами своими. Везде толкают русских. Сбережение народа, о чем постоянно говорил Солженицын Александр Исавич. И на него нападали, и нападают. Сталина защищают сталинисты. Как правило, все миссионеры это сталинисты. Самые большие нападки делают. Это и себя такими, то свет Христов называют, то Божья воля. Вы знаете, кто там, царионов другие. То есть жестокое, сумрачное, темное. А как это избавиться от этой молитвы? Просить рождения свыше. И тогда Дух Святой сгладит это все. Вот злейший враг мой называет его. Размышляя, почему люди, имеющие дружеское и теплое общение, превращаются в противников? Видится так, первое, плотскость. То есть плотские. Все размышляют плотском. Вот обязательно здесь надо воевать. Это Филарет должен быть. Митрополит, он говорит, такого врага прощать, такого снисхождения. А врага отечества бей. Ну и живите со своим Филаретом. Другие там сегодня с Денисенко на Украине с Филаретом. Замущенность с Филаретами-то с этими. А почему тебе не взять Филарета Милостивого в образец? Раздать все имения свое? Первое, это почему они нападают, я объясняю, почему. Потому что внутри церкви, я так говорим, они легко бы не заметили. На баптистов-то так не нападают. Свидетели Иеговы, ни на кого не нападают. И у них обязательно у этих руководителей есть. Вот миссионерское дело никто в России. Как будто проклятая страна Дворкина выписали из-за границы. Человек, который стольких поссорил бы между собой, нету в стране. Это Дворкин. Самый немирный. И ничего он не знает совершенно. Кто? Бывший наркоман. Человек-шизофреник. И поставили во всей стране руководить. Это что такое? А он убирает себе команду, как я называю, кодла патриархийная. Зачем это? Сейчас великий пост. Остановитесь. Ничто не действует на них. Другие перестают, а эти нет. Так и продолжают. Плоскость. Второе. Неотверженность себя. Ну понятно. Что архиерей скажет? Завискивающие. На четвереньках живут. Восстань против собственного архиерея. Что он делает? А почему я должен восстануть, помогать? Ну я тем самым, ты поможешь ему. Все, что на меня гоните, отнесите к себе. И все начнет изменяться. А я знаю, что я безответный. То есть действия-то таких не могу делать за ними и гоняться. Я на кого называю Юрий Соблик. На него кинулись, давай заливать. Получил по зубам один. Все, отошел сразу. Наглая-наглая. Это сенсорский отдел в России погубил ее. Миссионерских не было, они не знали. А сейчас придумали еще. Еще ниже опустили. Миссионерский отдел. Какие отделы-то? Этому нельзя научиться. Научиться можно с трибуны говорить. Но обращить душу со Христом это невозможно. Это делает Дух Святой. И сеющий, поливающий ничто Дух Святой. Повторяю, ни в одной стране не было института, который учит быть писателями, поэтами. Нету. А какой институт? В каком институте учился нацин? Нету этого. Нарикати, Григорий. Никто не знает этого. У тебя есть талант или нет? Если есть, значит он будет все время проявляться. Это как красота. Она есть или нет ее? А красками ее не добавишь. Только более уродливым сделаешь лицо свое, говорит Златоуст. Дальше. Неотверженность себя, неблагодарность. И неблагодарность. Что интересно, вот которые нападают люди, я как-то с ними знался. Были хорошие отношения, благодарные ролики, их остались со мной. А сейчас зубами рвут убрать эти ложечки, чтобы никто не знал. Ну ты же знаешь, что они есть. Не убирай, так он и там взламывается, что угодно делает. Неблагодарные. Это вот очень точно подмечено. Почему они нападают? Это все абсолютно. Да они на наших ресурсах тут могли бы столько получить. Сейчас вот я выставляю с 91-го года занятия в Потеряевке. Вне храма. Да на них этих занятиях можно возрасти, не знаю каким стать. Нет. И здесь начинают что-то выискивать. Я называю там имена конкретно, над каждой душой тружусь, со своим коллективом. Вы со своим коллективом разберитесь. За тысячи километров из-за рубежа на меня кидаются. А у них там будто бы ладно. Промасонина Америка мимо прошла. Перешел из баптистов в православие. А зачем переходить, когда там все лучше? Единственное, что там нет рукоположения. О, нет, она церковь. Какая же она церковь-то без епископата? Дальше. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. И не его. Не то, что миссионерские отделы. Вот и проверь себя. Говорят, что это говорит-то? Не по плоти. Почему первое? Что они не плотки, если по духу живешь. Как дух, духовное твое настроение. И о чем свидетельствует и дух Божий. Дальше. Мы можем не совсем соглашаться с нашими родителями по плоти. Но все расхождения во взглядах покрывают любовь. Поэтому, если нарушение Пятой Заповеди сокращает дни возможной этой жизни, то непочтение к Духовному Отцу, к тому, кто родил тебе истину, видимо, сокращает дни духовной жизни. А ведь это вечность. Абсолютно точно. Вот были люди у нас, я много преподавал в разных университетах. Приходили, ничего не знают. Ходили, даже записывали все. Ну, а время идет дальше. Они слышат, а делать-то этого не делают. Живут плотски, с ворами сходятся, с прелюбодеями сообщаются. И делаются врагами. А я и без вас это знал. Как знал? Ты же говорил, не знал. Ты ходил на занятия. Я и до встречи с вами знал. Знал? То есть, то, что получил на встрече, нет. И Господь как будто обрезает. Они возвращаются на то состояние, которое было до встречи, когда мы в университете встретились. И у них ничего нет. Тот, кто все сохраняет, он Геннадий Паст. Он всегда поминает. Везде рассказывает, как он первый раз со мной встретился, как он первая беседа была, она вся выставлена. И он самый плодовитый из всех. Вот еще доказательство. Поэтому оно сокращает дни духовной жизни. Второе. Тут девиз такой. Стань таким, как я хочу. Не нравится то, не нравится голос, не нравится резкость. А с какой, кстати, кто-то должен быть таким, каким хочешь его видеть ты? Я не знаю, какой ваш голос. Вообще нигде нет. Встреча назначает мне по скайпу. Назначает время, я даю согласие. Ну, не знаю, там кто-то подстраивает. Раз, не вышел. Проходит день еще. Ну, я не мог, у меня времени нет. Давайте через неделю еще один раз сделаю. И он не выйдет. А почему? Такие имена, ни фамилии, ничего нет. То он немец назовется, то русский, то американец. Ну, укажи фамилию, это имя, местонахождение, ничего нет. Какую-то эмблемку возьмут патриоты. А что ж скрываешься-то? Вот Сергей парализован, он сразу их вычисляет этих. У меня еще такого навыка нет. Удвое вышли. Ой, только это не выставляйте. Ну, не выставляйте, разговор окончен. Он мне говорит, да кто пришли-то? Это пришли садомиты. Садомиты из Санкт-Петербурга. Вот это она. Я посмотрел, правда. Парализованный, он более прозрительный, чем я здравый хожу. Я людей этих не знаю и не встречался. У меня, говорится, такой, говорится, здесь отталкивающий момент есть. Если солнце светит, то следует взять полезное. А что сверх меры? Закрой шторку и будь благодарен, что вообще в твой дом это солнце проникает. Каждый день. А мог бы жить в Норильске? Пожалуйста. Ну, не нравится, отошел бы. Нет всяких пакостей говорить. Потом насылает людей материться, начинает матеряться по-площадному. По-кушерски. Так однажды сказал отец Андрей Кураев. Я миссионер, я ступенька. Возьмите, сберитесь на меня и идите дальше к святым отцам, богословам. Только, пожалуйста, потом не плюйте на эту ступеньку. Очень точные, мудрые слова. Будь благодарен этому трамплину, что позволил тебе взглянуть на кусочек неба. А то бы так и ходил, якоже бы свинья в колу, да глаза в землю. Это Бог. Говоришь, тебя привел? Это Бог, говоришь, тебя привел? Верно. Но только Иаков камень поставил на то место, где видел небесную лестницу. Не копаясь и не исследуя чернозем. А ты теперь умом и знаниями поднадмиваешься, что, мол, вот в этой теме ты глубже якобы разобрался. Ну вот. И вот показывает все, откуда идет. Почему? Потому что не такой. Я должен быть такой, как они. Это невозможно. Это невозможно совершенно. Я не могу быть такой, как они. Эх, все же аппетитный у вас, братьями, стол. Игнатий Тихоныч. Пошел готовиться к занятиям, штудирует святого Ефрема Сирина. Молитвенно обнимает, спаси вас, Христос. А вот и вон это главный наш губитель. Почему он губитель-то? Непонятно. Дальше. Поверите ли, читаю сейчас Златоуста, толкование на книгу Бытия. А он там, как известно, устраивает разнос прихожанам за посещение конских аресталищ во время Великого Поста. Вот, думаю, где-то я это встречал и вспомнил, как вы в одной проповеди задаете трепку «Воцерковившимся потеряются». «Воцерковившимся», то есть ездили в цирк. «Воцерковившимся». «Воцерковившимся», ударение, ты не видишь, большая буква. Понял, «Воцерковившимся». И да, в базилиях туда я стал разбирать и дал им там трепку, действительно, все, больше никто не ездит. «Точно Златоуст. Читаю, значит, вспомним об этом, и тут такие строки. Солнце мгновенно обтекает всю Вселенную и от края до края разливает лучи свои, через сто доставляя великую пользу». Вот, как нашим ресурсам мы даем, и люди находят многое. «Оно не только греет, но и сушит. И не только сушит, сушит, но сжет, доставляя нам многую разнообразную пользу. Это весьма удивительная стихия. Едва ли кто в состоянии по достоинству ее выразить». «Все выразить». «Все выразить». «Говорю, так и превозношу эту стихию не для того, чтобы ты, возлюбленный, останавливался на ней, но чтобы от нее восходился выше и перенес свое удивление на Творца этой стихии. «Чем большую представляется стихия, тем более дивным является Создатель». «Большую». Здесь видишь, как она большая, важная. Это Златоуз говорит. «Перед этим я в сообщении почему-то привел пример с Солнцем, так сказать, навскидку. И именно в этом же значении. Раньше я этого не считал. Чудеса, дивен Бог». Роман Ромашов. «Мир вам, Игнатий Тихонович, я так и предполагал, что вы именно так и ответите». «Ну, как-то, он говорит, идея, потеряю, там как надо, сел, сел, да, село». «Ну, я не думал, что обижу вас». «Мне не обидел, это он так показалось ему. Никак он не обидел, я просто показал, что это фантазия за столом, на мягком диване. Ты на деле начни это делать и покажи, познакомимся. Просто уже в готовые деревни приезжают, эти не могут вписаться. Сразу как-то от богослужения оборачиваются с негодяями, с самыми подданными людьми, начинают икшаться. Зачем ты-то приехал, наконец он выйдет. Дальше. «Не хотел вас обидать, и поэтому прошу прощения. Не держите зла на меня». «Ну, еще и зла тут придумал». «Простите, Никита хотел знать, сколько мне лет. Отвечая, мне 43. Я ни в коем случае не хотел унизить ваши труды в Потеряевке, так как знаю, как тяжело все начинать с нуля. Не понаслышке, а с личного опыта». Все тяжело, но более самое тяжелое, что был, ну, как бы, в миру, говорят, коллектив слаженный. Даже в космосе подбирают, подбирают, и все равно они приезжают и больше не встречаются даже. Врагами делаются. Если друзьями, они в одном экипаже не были. Все противно делается, кресло арсената, и как человек ест, и как щавкает, и как смотрит. Все абсолютно делается противным. «Я и сам начинал свое хозяйство с чистого поля. Когда из города выехал в поле, то денег у меня было только заплатить продавцу земли. И не было у меня ни опыта, ни знаний в сельском хозяйстве, ни инструмента для работы. Не было ничего, кроме рук. Сам из стены дома ложил». «С стены дома ложил, и штукатурил, и окна вставлял, и печку сам сложил. Поднимался сам без помощи». «Вот это потеряевке и нужно делать. А давайте вместе помогать. Человек кое-как выбился, говорит, за 10 лет, он будет помогать, когда у него свое хозяйство. Чего ради-то? Никакого тут у нас колхоза нет. Каждый строится сам, а как, по-другому нельзя, не может так, но и сиди на месте. Правильно. Это человек достойный уважения. Дальше. «И именно поэтому посоветовал жителя потеряевки посоединить усилия». «И как усилия соединить, то ты приехал, у тебя ничего нет, у него хозяйство, ему за скотиной ухаживать надо. Не успевает, сцена накосил, дождь пошел, пропал, по-новой ищет где. Соединить усилия, какие? Дорогу строить, и то никого не было. Вот сейчас на прудах там, батюшка звонил вчера, там смотрят. Стать полноценной общиной, семьей. Из своего опыта скажу, что начинать с нуля и поодиночке жизни не хватит. Вот у нас хватило, вот и все. Чтобы создать постоянный достаток для своей личной семьи и времени, останется мало. Но Божие дело. Только по воскресным дням раздавать Евангелие. И не только. Хватает времени на другое. Вот у нас староста приехал, ничего нет. А сейчас 36 крупного рогатого скота, 180 гектар земли. Кажется, 4 там трактора, 3 машины, ток, зерносклад, 502 квадратных метра. Теперь уже железом покрыл его, заасфальтировал. Все с нуля. Но если же объединиться, поставить благую цель и совместно к ней стремиться, с Божьей помощью все обязательно получится. Вот так. Вот это благую цель, совместно стремиться, то есть спасти душу. Но не то, что давайте вместе одну свинью и обихаживать ее. Каждый, вот, работает, у него есть. Не работает, у нее ничего нет. У нас отдельная, а один занимается пчелами. Я вам скажу, давай мою свинью, ухаживай за ней. Ну, как это сказать. А я за пчелами не пойду у него ухаживать. Другой крупный рогатый скот, мелкий. Ну, кто что держит. Птицы держат. Каждый сам по себе. Ну, конечно же, между людьми должно быть единство. Вот, это духовное только. Терпимость. Терпимость, а зачем терпимость? Это дом терпимости. Вот этого мы боимся. Когда каждый себе, и не важно, что за забором дома, то, конечно, нет смысла об этом и говорить. Спаси Христос. Ну, как же сам по себе? Ну, как? Ну, приехали. У каждого своя семья. О чем будет твоих детей прикрывать? Ты свою палатку ставишь, он свою. Так всегда и было. А как на новом месте приехали? Взяли лопату, пошли копать. А почему ты ищешь льготу? Мне пишет одна. Ну, я согласна до осени подождать в палатке. То есть она будет выглядывать и смотреть, как строится. А я забыл пищу себе готовить. Я начальник детского лагеря. У меня вообще времени нету. Минуты. У батюшка он все время в разъездах. Ну, и кто дальше? У каждого хозяйства дети. Это просто дома где-то. Ну, тебе не нравится такой порядок. А надо, чтобы все вместе. Ну, приезжай ты один. Давай вместе. Кто тебе там? Суслики, тараканы будут помогать. Не будет этого. Никогда. Это за счет кого-то была бы отдельная бригада. Ее отдельно кто-то держал, бригаду. Платил за нее. Они бы строили дома. А потом продавать. А покупать некому. Ну, потом выкупит. Он не выкупит. Он только разрушать будет. А не его дом. У нас были такие. Книги дарили. Священник в баню принес книги. И прямо с Ирина все бросил и уехал. Ему дали телок. Телок. Представьте. Телки. Стельные. Значит, телята будут. А вещик дали. Дали. Сказали, когда у тебя дальше наладится хозяйство. Кто-то приедет. Ты ему дашь. Он никому не говоря их заколол и съел. Телок. Ну, какой это житель-то. Зачем он приехал? Ничего нет. Оставил березу хорошую. Спилил. Он не насадил. Ни одного гвоздя не забил. У него есть ребятишки. Сам в рваном ходит. Дальше. Юрий Соболь. Ваш метод работает безотказно, Игнатий Тихонович. Сегодня вновь убедился. Нужно предварить слушание Слова Божия так, как вы это делаете. У вас подсмотрел. Установить авторитет Библии. А затем прочесть сами стихи. Эффект поразительный. Интересно. Прямо сейчас по АТВ отвечает на опрос Алексей Ильич Осипов. И говоря о современном православии, сказал, то, что творится кругом, войны, ИГИЛ, неверие и прочее, в этом виноваты не кто-то, а мы. Вот именно. В 60-х я от монахов слышал, что оптинские старцы говорили, храмы вскоре будут восстановлены, но ненадолго. Первое исполнилось. И судя по всему сегодняшнему, исполнится и второе. А вы это давно и постоянно говорите. Только о Солоне и основываясь на Священном Писании. Я постоянно об этом говорю. Дальше. Гордеев Михаил. Михаил хотел зайти к тебе по скайпу. И пока думал, он перестал работать. Пришлось перестраивать. Сейчас работает, но плохо. Посмотрел твой комментарий к выступлению патриарха. Какой рейтинг. Ни одного меня разочаровало. Ты мог бы сказать, что 4-5 лет назад, когда деньги были государству... Когда еще деньги были. Деньги были в государстве? Нет. Когда еще деньги были, государству сотни миллиардов давало ЖКХ на ремонт домов. И что? Где ремонт и где деньги? Куда дели? Разворовали. А теперь за нас счет капитальный ремонт, думаю, делать. Ну а как, который в частном домике живет? Кто ему? Вот у нас дом есть. Крышу перекрывать, купи железо. Никого нету. А кто будет перекрывать? Я к тому говорил, что это завхоз, где говорит-то, патриарх перед таким важным собранием и ни слова о Христе даже не произнес. Я вот о чем-то говорю. Его ли это дело занимать с ржавыми трубами, там деньги собирать-то? Ну собрал деньги, они их проблудили, пропили. Ты с Богом свежи, это со страхом Божиим-то. И они будут все делать. Главное-то Бог, вера в Бога, ожидание суда Божия. Если этого нет, ничего нет. Ну сделали никелированные трубы, как... Ну есть такие люди, у которых достаток есть. Как Анастис этот, на судах там ездил все. Все золотая труба там у туалета. И где-то лопнуло. Следственник приехал и там открутил, говорит, она лопнует. Он говорит, да ты забери ее себе. Килограмма три золота в карман положил. А ему какая разница-то? Ему нету ничего. Ну а теперь подсказать надо, что у нас на ресурсах. Это вот наш мой мир. Сюда заходите, тут много чего есть. Наш мир. Это моя страница такая. Есть я с голубями ставлю, а то нет, это контрольная. Ну второе, это важно, это у нас православный форум. Вот он где. Очень большой, удобный. Вот сюда так откните новое сообщение, уже на последней странице. Зарядите любую тему, вот общий поиск, вот он где. Все. И зарядите любое слово. И ННН, там и патриарх, и евреи. Ну 1587. 1500. Даже не выскажешь, как много. Ну а это наш видеоканал. Православный видеоканал. Ну больше, чем 4200 наших видеороликов. Здесь все, буквально все есть. Я еще сегодня не посмотрел, что на главном у них есть. Здесь что? А вот жития святых выставляется. Вот посмотрите. Жития святых я их переношу туда, в мой мир. Это я их насчитывал в 80-х годах. И вот теперь добрый человек нашелся, их обрабатывает и ставит. Ну тут так и написано внизу, что это мной насчитано. И сайт. Это самый большой капитальный труд. 50 книг, аудиопильмы, проповеди, тысячи проповедей. Книги все наши. Все здесь находится. Ну вот все на сегодня. Потому что Великий пост у нас на другое пойдет. Подставим ролики о занятиях потеряете. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.